Добрый вечер! В эфире новости в студии Иван Тельтевский. Самые заметные и интересные события минувшего дня в материалах моих коллег. Итак, сегодня в программе. Это угон питерский. Пытался с крысы, да, неоднократно он приезжал на крыс, сигнал светофора, игнорируя требования сотрудников полиции. Гость из культурной столицы России обокрал кемеровчанина. Фермерам скостят налоги. Пострадавшим от засухи регионам помогут власти. Искусственная почка с кнопками включить и выключить. Пришли на 4 часа, отлечились и ушли. В областной больнице начали работать 5 новых аппаратов диализа. Бесплатные лекарства для тружеников тыла и жертв политических репрессий. С 1 октября по решению губернатора Омана Тулеева для этих категорий граждан в Кузбассе вводится новая мера поддержки. По областному закону труженики тыла и жертвы политических репрессий уже имеют льготное лекарственное обеспечение, выкупая медикаменты в аптеках с 50% скидкой. То есть половину стоимости они оплачивают сами, а остальные средства вносит за них областной бюджет. Теперь же для этих двух категорий кузбассовцев вводится дополнительная льгота. Она будет действовать с 1 октября до 31 декабря 2012 года включительно. Три месяца в октябре, ноябре и декабре эти льготники будут получать в аптеках совершенно бесплатные лекарства, выписанные им врачом по медпоказаниям. А все расходы на медикаменты за этот период берет на себя областной бюджет. Отмечу, что такую помощь получат те из тружеников тыла и репрессированных, кто с 1 января этого года отказался от денежной компенсации и сохранил за собой льготу на 50% скидку на лекарства. Механизм получения льготы остается прежний. И вот что по этому поводу сказал губернатор Аман Тулеев. Вы приходите к своему врачу, он вам выписывает рецепт. Рецепт берете, карту свою берете по отпуску лекарств, удостоверение льготника забираете и идете с ними в свою льготную аптеку. Все. И вам бесплатно выдают лекарства. А тем, кто не может выходить из дома, лекарства будут доставлять родственники или социальные работники. В отдаленных населенных пунктах области доставку лекарств будут проводить работники в пельшерско-акушерских пунктах. Варенье по рецептам Агафьи Лыковой или компот из диких ягод скоро может появиться на кузбасских прилавках. Сегодня в Осинниках открылся новый цех по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов. Одними из первых продукцию цеха оценила и наша съемочная группа. Во времена кузнецк-строя южную столицу Кузбасса поэт Владимир Маяковский назвал гордым садом. Сегодня садом могут называться и осинники, причем садом вишневым. Всегда, когда говоришь про вишню в Кузбассе, всегда возникает одна ассоциация. Это, конечно, осинники. Именно здесь по инициативе Амана Тулеева и предпринимателей решили открыть цех по переработке сельскохозяйственной продукции. Название дали подходящее «Вишневый город». Однако вишни здесь не ограничиваются. В ассортименте компании и замороженные ягоды, и соленые помидоры, и огурцы, и даже консервированные арбузы. Всего почти 50 наименований продукции. Благо, год выдался урожайным. У входа торжественное открытие нового цеха, а внутри уже кипит работа. Традиционный ритуал пройден, дальше экскурсия по производству. В качестве экскурсовода директор предприятия Олег Жданов. Он здесь все лучше любого гида знает. Ну а после экскурсии, естественно, дегустация продукции цеха. Сергея Кузнецова особенно заинтересовали соленые арбузы. Я считаю, что удачный проект здесь торговал. Его нужно развивать. Нужно наращивать объемы, расширять ассортимент, делать много переделов. Вот сегодня мы говорили с главой города, с Игорем Васильевичем, делать такое для того, что уже делать пельмени, вареники из вишенки, запасаться там папоротником. То есть это бесконечно можно делать. На новом предприятии организовано 30 рабочих мест. Сейчас осенью работы хоть отбавляй. По словам директора Вишневого города, теперь нужно сделать все, чтобы сократить зависимость от сезонности производства. И тогда город будет расти. Аркадий Кемеев, Денис Новохадский, Ангелина Каврижных, Александр Архипенко. Новости моего города. Подсчеты суммы ущерба после засухи для сельскохозяйственной отрасли еще ведутся. На заседании Госдумы министр сельского хозяйства Николай Федоров озвучил цифру 12 миллиардов рублей. Хотя изначально называли 90. В субсидии поделят между 20 регионами, которые пострадали от засушливого лета. В этом списке и Кемеровская область. Сегодня депутат Государственной Думы Павел Федяев рассказал о том, что правительство делает все возможное, чтобы сельскохозяйственная отрасль стала привлекательной для инвесторов. И накануне в третьем чтении был принят закон о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, по которому крестьянско-фермерские хозяйства, получившие гранты и субсидии на развитие после 1 января 2012 года, будут освобождены от уплаты налога на доход. Кроме этого, теперь до 2018 года установлена ставка НДС 10% при реализации племенных животных, их эмбрионов и яиц. Внесли и другие не менее приятные новшества. Сейчас для того, чтобы у тебя была ставка 0% по налогу на прибыль, нужно быть на сельхозналоги. Но если ты больше 100 человек у тебя работающих, это, ну как у нас, у нас во всех колхозах так, больше 100 человек работающих, тебе это не светит, потому что у тебя много силы народу. Ну, это было и на едином вмененном налоге, на вмененном по всей области, ну, по всем остальным предприятиям экономики. Но это там осталось. А вот для сельхозных производителей сделали эту льготу. Во-первых, не важна численность для того, чтобы работать на едином сельхозналоге, и там ставка налога на прибыль 0%. Не все петербуржцы одинаково культурные. Некоторые из них могут и машину угнать. Так, по крайней мере, сделал гость из северной столицы России, когда кемеровчанин оставил его переночевать у себя дома. Как петербуржец с сибиряка обворовал, расскажет Наталья Токмагашева. На новенькой машине и погоня получается красивой. Даже не скажешь, что за рулем неопытный водитель, который к тому же не знает города. Автомобиль угнал парень из Санкт-Петербурга. В час пик «Волга Сайбер» изящно маневрирует между остальными авто. В частном секторе водитель показывает, что такое настоящий питерский дрифт. Но заехав в огород, не справляется с препятствием в виде грядки с капустой. Пытался с крысой, да. Неоднократно он приезжал на красный сигнал светофора, игнорируя требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Совершил несколько ДП, даже не останавливался. Двинулся в сторону металлоплощадки. Об угоне инспекторам сообщил хозяин машины Александр. Он, как выяснилось, стал жертвой собственной доброты. Вчера кемровчанин поехал в Красноярск, купил там автомобиль, а когда из города выезжал, подобрал парня, голосовавшего на трассе. Пассажир рассказал, что сам не местный, приехал из Санкт-Петербурга. Простодушный сибиряк расстрогался, привез его домой, накормил, напоил и спать уложил. А когда проснулся, дорогого фотоаппарата, планшетника, автомобиля и гостя уже и след простыл. Представился, как автостопщик, едет сам с Санкт-Петербурга, съездил в Владивосток и возвращается домой. Угонщика задержали уже через час после обращения. В машине, кроме коренного петербуржца, оказалась простая кемеровская девушка. С ней гость из культурной столицы познакомился в местном клубе. Сейчас ему придется проводить время в менее приятном обществе. Петербуржца поместили за решетку. Наталья Тахмагашева, новости моего города. Перевод часов с зимнего на летнее, а теперь наоборот, с летнего на зимнее время не дает покоя депутатам. Так, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников внес в Нижнюю палату законопроекта о переходе на зимнее время. При этом сезонный перевод стрелок предлагается отменить. Депутат от ЛДПР полагает, что документ может быть быстро принят законотворцами. Уже этой осенью Россия переведет стрелки на час назад. Его инициативу поддержал председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Единоросс Андрей Исаев. Цитирую. Сегодня у 30 кузбассовцев, страдающих тяжелыми заболеваниями почек, появилась возможность проходить жизненное необходимое лечение. В областную больницу привезли 5 современных аппаратов очистки крови. Елена Мешкова наблюдала за первым днем работы нового оборудования. Из трактеи забирается артериальная кровь. Она поступает через патруль, через фильтр. И проходит через один из режимов очистки. Данная процедура называется диализом. Аппарат, с помощью которого фильтруется кровь, это своего рода искусственная почка. За каждым из 5 новых приборов закрепят по 6 пациентов. На лечение сюда им необходимо будет приезжать регулярно. Ведь почки здорового человека работают ежесекундно. В то время как при заболевании этого органа в крови быстро накапливаются вредные вещества. Всего в Кузбассе 2 диализных отделения. Это наше отделение в Кемеровской областной больнице и в Новокузнецке на базе Первой городской клинической больницы. Там также лечится порядка 130 пациентов. То есть 260-270 пациентов одномоментно могут получать лечение при помощи искусственной почки. Отделение диализа областной больницы работает при центре трансплантологии. Так что на новых аппаратах будут проходить лечение и те, кто готовится к операции по пересадке органа. В современности почечная недостаточность уже не приговор. Сотни людей с этим диагнозом продолжают активно жить, как обычные люди. Главное не забывать приезжать на процедуры. Сергей Михайлович делает это вот уже 7 лет. А первый день работы нового диализного оборудования совпал с его личной семейной радостью. Родился внук. Третий. Уже третий он сегодня. По пути сюда не сообщен. Для пациентов с почечной недостаточностью диализные залы становятся без преувеличения второй дома. Они приезжают сюда 3 раза в неделю, и процедура длится 4 часа. Для того, чтобы скрасить время пребывания в больнице, работают телевизоры и выдаются пожелания планшетной компьютера. Сколько человек в Кузбассе нуждаются в диализе, специалисты точно сказать не могут. Известно лишь, что Кемеровская область пока занимает последнее место в Сибири по количеству приборов для помощи таким больным. Так что в ближайшее время планируется открытие еще 15 диализных аппаратов в Кемерове, 20 в Новокузнецке и 10 в Белове. Елена Мешкова, Константин Червяков. Новости моего города. Цель «Восток» в Кемерове заработал Кузбасский международный угольный форум. Ориентация на азиатские страны и внедрение инноваций в угольную отрасль стали его приоритетными направлениями. На открывшейся выставке «Экспо Сибирь» в рамках форума ведущие мировые промышленные центры демонстрируют свою продукцию. С большими и не очень машинами на выставке познакомилась Динья Аюпова. Быстрая доставка черного золота на поверхность обеспечена. Углесос собственного производства представила компания СДС МАШ. Стойка к износу оборудования обеспечит непрерывную отгрузку угля на поверхность. Теперь и ремонт электровозов станет проще. На смену затратным по обслуживанию двигателем невысокого качества от зарубежных поставщиков придет свой тяговый. Артем Волков считает, продукция холдинга будет востребована и сегодня в угольной промышленности. В конструкции двигателя применены материалы с повышенным классом изоляции, что также влияет на ресурс двигателя и, соответственно, на более длительную, более благоприятную эксплуатацию. Вопрос эффективного энергопотребления важен как для предприятий, так и для обычных квартир. Если домашние светильники и уличные прожекторы могут только тратить энергию, то есть уже технологии, которые помогают экономить ее до 50%. На данный момент нашим предприятием осваивается линейка светодиодных светильников на базе наших отечественных панелей диодных оптоган. Вы в данном случае на закупки деньги потратили, но зато в процессе 10 лет и 100 тысяч часов эксплуатации, которые назначены для ресурсов и показателей светильников, вы экономите деньги уже в периоде их эксплуатации. Форум 2012 продлится до 21 сентября, но СДС МАШ уже готовится к следующему году. Есть проект из БелАЗа, моделируются современные насосные изделия и первыми их макеты увидят кемеровчане. Диния Аюкова, Сергей Юрин. Новости моего города. Сбился с пути. 70-летний мужчина заблудился в лесу около деревни Тебеньки. У грибника был с собой мобильный телефон. Он позвонил дочери, она, в свою очередь, спасателем. Однако, когда группа приехала в лес, связь с мужчиной пропала. На звуковую сирену он тоже не вышел. На следующий день потерявшегося нашел другой грибник, причем далеко от места поисков. Оказывается, тот пошел в противоположную сторону и переночевал в лесу, накрывшись плащом. От голода грибника спасли кусок хлеба и котлета, а все собранные грибы он выкинул и со своим опасным хобби решил завязать. Вот как мне сказали, на сирену можешь пойти? Я говорю, могу. Вот так я пошел на сирену. Шел, шел, короче, шел ниже сирены, потом, ниже сирены там. Я туда-туда дал круг, а уже темно. Набутался, набутался, упал. Не надо было сирены на сирену идти, надо было быть на дороге, нашли бы на дороге. Если вы стали участником происшествия, звоните нам на телефон горячей линии 8-933-300-0300. Оставайтесь с нами, и во второй части выпуска вы увидите. Споемте, друзья! Музыкальный театр Кузбасса открыл сегодня новый 69-й сезон. Хоккейные клипмейкеры. Балетчики Кузбасса готовятся к началу игр. Сезон расцвета и цветения случается не только весной, но и осенью. Подобные метаморфозы происходят в мире искусства. Музыкальный театр Кузбасса сегодня вечером открыл новый сезон. Он предюбилейный 69-й по счету и первый в стенах отремонтированного здания. Открылся поющий театр премьеры прошлого сезона оперета Исаака Дунаевского «Белая акация». В планах добавить в репертуарный букет новые спектакли мюзикл «Алые паруса», детскую постановку «Аленький цветочек». А после Нового года начнутся репетиции комедиантов Марка Самойлова. В новый сезон театр входит в прежнем артистическом составе. Ждут в музыкальном театре и приезжих гостей. В октябре будут два спектакля русского национального балета, а в декабре состоятся гастроли труппы американского балета. Здорово. Во-первых, здорово, что мы в своем доме родном, на своей родной сцене открываем сезон. Во-вторых, планов довольно много. Во-первых, мы должны восстанавливать, все это параллельно будет происходить, восстанавливать репертуар, который мы не играли в годы ремонта по техническим причинам. Сейчас будем стараться его восстановить. В частности, 25 октября сыграем капитально возобновленные паяцы Элен Кавала. «Цезарь должен умереть» фильм с таким жестким названием выходит на экраны Кемерово. В России для него сложилась не очень удачная проекватная судьба, зато очень яркая фестивальная. Это лучшая европейская картина этого года. «Золотой медведь» в феврале 2012-го достался именно этой киноленте. Кемеровчане – одни из немногих российских зрителей, у кого появилась возможность увидеть фильм на большом экране. Его действия происходят в тюрьме, осужденные играют Шекспира. В картине заняты не профессиональные актеры, а профессиональные заключенные. Двое из них позже написали книгу, один после освобождения продолжил актерскую карьеру. «После этого кино уже ничего не будет по-прежнему», – закричал режиссеру по окончании съемок один из исполнителей. Кемеровские прокатчики надеются, что и на зрителей фильм произведет такое же впечатление обновления. «Сезель должен умереть» – это не арт-хаус, это не какое-то сильно тяжелое кино, которое смотрят только эстеты. Это действительно хорошее кино, поэтому мы его показываем в акции «Кино по-настоящему». Это фильм, который должен и нужно, чтобы он собирал большие залы, потому что это действительно картина, которая не просто для того, чтобы подумать, а это картина, в принципе, для своего обогащения, для каких-то мыслей, для привычки смотреть хорошее кино. А теперь к новостям спорта. Новокузнецкий футбольный клуб «Металлур Кузбасс» отправился в Новосибирск на матч с местной Сибирью. Столевары настроены на игру по боевому. Новосибирцы находятся в турнирной таблице на четыре строчки выше, при условии одной игры в запасе. Главный тренер «Металлурга» Владимир Федотов перед выездом встретился с журналистами и рассказал о состоянии команды на сегодняшний день и, в первую очередь, о вопросе финансовом. Команда работает в штатном режиме. Едем на игру, готовимся к игре. Получили гарантии. Будем надеяться, что эти гарантии не останутся пустым звуком. И снова 3-0. Накануне волейбольный Кузбасс в рамках второго тура предварительного этапа розыгрыша Кубка страны сыграл со столичным клубом МГТУ. Команда Дениса Матусевича не встретила сопротивления со стороны соперника и одержала уверенную победу с сухим счетом 3-0. Сегодня Кузбассу предстоит непростой матч с хозяином площадки, действующим чемпионом страны, казанским «Зенитом». Напомню, на первом этапе кемеровчанам удалось победить титулованного соперника, но в сегодняшней встрече примут участие олимпийские чемпионы Лондона. С песней по жизни идут болельщики хоккейного клуба «Кузбасс». Накануне нового сезона преданные фанаты готовят своей команде творческий подарок. Идейный вдохновитель кемеровского фан-клуба русского хоккея Эрнст Горьковский написал текст песни, на которую сегодня начались съемки клипа. 10 самых преданных поклонников разных возрастов и профессий появляются перед камерой в полной болельческой экипировке. Шапки, хоккейные свитера, а для здорового румянца на щеках ледовые процедуры. Планируется, что клип будет готов ко второму этапу Кубка России, который начнется в Кемерове в конце сентября. Ушли лидеры, соответственно, команду нужно поддержать. У нас сейчас новая команда строится. Нужна такая песня, которая дух поднимает, и болельщиков поддержать, тех, кто не за успех болеет, а всегда с клубом, всегда с командой. На этом у меня все. Если вам есть, что добавить, оставляйте свои комментарии на сайте телеканала «Мой город» и смотрите выпуски любимых программ в эфире и на сайте с помощью своих мобильных устройств. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова